здравствуйте друзья вот и новая неделя начинается сегодня утро понедельник сейчас где-то полдесятого я двигаюсь потихоньку на работу жарко нынче я хочу сказать что и в пятницу вот тоже день такой был жаркий и мы думали куда бы нам деться от жары вот поехали санта кросса в надежде что там попрохладнее там там таки да попрохладнее хотя не всегда так получается бывает вроде едешь к океану а там ничуть не лучше в смысле жары вот было попрохладней у нас был гость алексей мы вообще любим когда гостям и как-то появляется такое содержание наполнение событиями туда пошли сюда пошли пиво вот данный год не пил и вот значит пиво выпил а мне там говорят вот как же вы так какой пример молодежи пиво там коньяк дегустировали я хочу сказать что если бы я был примером молодежи друзья то мы забыли бы вообще что такое пьяный человек и я думаю что вся эта индустрия продажи спиртного она бы обанкротилась потому что вот то что я выпил там пол стакана пива и 25 грамм коньяку это примерно столько я выпиваю может быть за там 3-4 месяца вот так что ну еще можно красненького там 100 грамм добавить там при обстоятельствах каких-то работу кто-нибудь нашел пришел там день рождения бывает там пригубишь немножко так что друзья не не беспокойтесь за нашу молодежь вот от меня она не научится не пить не выпивать не толком закусывать вот и мне очень понравилась дискуссия там такая не столько алкогольная сколько вот чем закусывать коньяк и там женщина очень интересно высказалась что вот сырком неплохо и потому что когда с утра после мужиков там остается вот она с утра приходит на кухню а там остается осталось и она вот так выпьет коньячку с утречка значит и не закусывает потому что хочет чтобы так это послевкусие такое вот было во рту а когда уже послевкусие уходит тогда вот цирком например да так что друзья тема это бесконечная и очень трогательная значит но в общем я я последний кого в этом смысле надо бояться вот если молодежь конечно неправильно поймет и скажет смотри-ка вот и там товарищ тоже значит там нет нет абсолютно вот просто коньяк на самом деле был какой-то такой необычный и я подумал что во первых но раз необычный надо наверно гостя уважите там чуть-чуть попробовать во вторых я думаю если он такой необычный народу показать все необычное она просится на экран просится чтобы вы посмотрели это расширяет кругозор вот вы посмотрите на коробочку там погуглите узнаете какая цена при случае где-нибудь увидите скажите о этот я знаю коньячок и так далее я первый раз его видел не то что вот я вам рассказывал о чем то что я каждый день там по стакану нет абсолютно первый раз жизни вот но тоже я пошел посмотрел оценил потом уже конечно понюхал потом уже значит пригубил там чуть-чуть значит вот тогда конечно вот вот наш опыт таков значит что еще интересного даже не знаю ничего такого особенно у нас не происходит сейчас конец августа вот сегодня я честно сказать даже не посмотрел еще на календарь то ли 30 до 31 до 31 сегодня августа и у нас в сентябре две новые группы начнутся вот 14 числа и 16 одна вечерняя а другая утренняя утренняя уже что-то недели две мы туда не записываем студентов она как-то за месяц до начала заполнилась вообще в нашем как бы виде деятельности профессиональной присутствует цикличность летом ну сами знаете да там дети каникулы поездки там на юг на север там я не знаю на рыбалке там в лагеря в деревню к дедушке и так далее поэтому меньше народу учится а вот как только начинается осень дети пошли в школу тут же все мамки значит начинают заниматься собой но в этом смысле то есть они могут уже отключиться от того чтобы с детьми куда-то ехать они на месте и так получилось что где-то к середине августа вот эта группа 16 сентября она уже была заполнена зато у нас есть группы вечерняя и надо сказать что сейчас в этом смысле утреннее вечернее обучение какой-то сдвиг произошел фундаментальный потому что перед тем как мы приехали вот на на эту территорию это было вот скоро пять лет 1 ноября будет пять лет как мы переехали в это здание мы были в другом здании и в другом здании у нас вообще не было дневных классов у нас все были вечерние но просто все были вечерние и мы начали твич утренний класс только потому что там у нас появилась девочка из индии сотрудницы в офисе и она хотела учить днем и мы стали для нее специально собирать там кого-то днем и так потихонечку пошло в то время абсолютно не было желающих днем а сейчас просто какая-то странная ситуация сейчас вечером никто не хочет ну я думаю что на самом деле может быть сейчас стало больше денег у людей что ли так может быть из-за этого и они уже говорят но уже учиться так учиться уже ладно этом 3-4 месяца это не буду работать я буду только учиться вот может быть может быть из-за этого я не знаю то есть когда деньгами трудно ты говоришь себе я пойду работать а вечерами буду учиться я я это объясняю вот может быть вот этим там как-то стало больше денежки сейчас уже кризиса нет до который был вот там 2009 году финансовые ситуации с банками тогда сейчас как-то все такое цветет и пахнет поэтому никто не хочет вечером учиться но потихонечку наполняется эта группа тоже и в общем там я надеюсь что там тоже соберется так вполне нормальное количество мы найдем вечерняя группа мы стараемся чтобы было человек ну хотя бы 20 там соберется и слава богу а бывает и 25 и бывает и 28 и 30 бывает очень трудно предсказуемо вот если сейчас например дневной группы ближайшие нет да то может оказаться что за те две недели которые впереди может очень серьезно там пополнится группа вечерняя ну посмотрим у нас очень простое расписание мы одна группа заканчивается другая на ее место становится у нас нет лишних классных комнат которые можно так по выбору там по желанию загрузить вот есть две и все значит один класс кончился на его место другой через недельку встал собственно и все что еще сказать кроме того что жарко сейчас как-то вот это состояние обезвоживание калифорнии если раньше она была таким как бы больше знаете на уровне разговоров и простые граждане на себе не ощущали им собственно говоря мы же знаем что как бы экономия воды на уровне штата в масштабах штата это не от того что мы там полили газончик или там тем более помыли посуду или там душ приняли это происходит совершенно из-за других причин это львиная нагрузка доля нагрузки то это же сельское хозяйство у нас очень развитое сельское хозяйство штате и вода тратится нерационально вот система расходования воды в сельском хозяйстве нерациональный у нас есть много ферм которые рис выращивают фермеры выращивают рис в калифорнии где проблемы с водой почему потому что им вода не стоит столько чтобы им в голову не приходило выращивать что-то потребляющее так много воды поэтому им еще предстоит там навести порядок с этим с этим делом как-то рационализировать это все но пока что значит стать как бывает когда компания пошла и компания такая что все должны экономить я помню время когда мы только приехали в сша тоже была похожая ситуация в 25 лет назад уже года три не было дождей а после нашего приезда еще года два не было дождей вот так лет пять было без дождей и тоже вот там какие-то меры принимали по телевидению что-то такое рассказывал я вот помню выступал там профессор один и он призывал экономить воду говорит вот если в туалет пошел по малой нужде то ты не спускай бачок беды береги воду а если уже там по серьезной нужде тогда конечно уже все вместе и смоешь вот такие советы например граждан давали или там как душ принимать чтоб меньше воды тратить но еще раз это все мертвого при парке то есть пока сельское хозяйство столько воды потребляет мы как граждане ничего сильно не сделаем хотя надо сказать что вот пишут что за последние там лет десять-пятнадцать в целом калифорния как такой передовой штат заметно сократила потребление воды в частности граждане то скажем там 10-15 лет назад граждане потребляли там полтора раза больше воды чем сейчас до того как сказали надо еще меньше потреблять то есть у нас граждане в целом сознательные и как бы в тренде находится вот я почему это рассказываю потому что мы пошли с алексеем нашим гостем мы пошли на грядку туда куда мы ходим вот клубничку собрать помидорчики там у них потрясающие помидоры это я я за словами передать не могу какие-то помидоры но мы говорим огурцы то вас где они как где-то огурцы у нас уже вот можно сказать закончились вот там еще посмотрите мы пошли на эти огурцы посмотрите вот арбузик там нашли рядом довольно такие бахчевые всякие культуры и нашли несколько огурчиков там пяток значит но это лежало когда-то как в пустыне в какой-то какие-то ошметки зелени но в общем мы говорим ребята разве огурцы так растут огурцы растут там листья здоровенные из-под них значит там высматриваешь этот огурец они говорят ну да говорят они думают теперь тоже стали экономить хотя нам можно не экономить у них статус такой как бы нон-профита который занимается там тем что спасает ну помогает бездомным там и так далее то есть они не идут как просто ферма они говорят но мы как сознательные ночь мы придерживаемся общих правил и вот значит там меньше поливаем реже поливаем там еще чего-то и вот как бы огурчики наши можно сказать пересохли типа вот листиков нет вот так я свидетельствую так как как-то проникает в сознание и травка уже местами совсем не зеленая и за ней не ухаживают и растения заменяют каменюками мы если с вами доболтаемся до того чтобы подъехать к нашему офису я вам покажу там на нашей плази 4 здания таких офисных и у каждого здания свой менеджмент свои владельцы вот и соответственно эти здания никто не синхронизирует в том смысле там где травка растет где кустики где чего потому что каждая менеджмент компания она на свой вкус у своего здания выра выращивает там что-то и там вот есть одно здание которое уже там оформлено в стиле brown is a new green да то есть коричневое это новое зеленое и вот такой стиль когда вот они там сажают какие-то растения которые не потребляют практически воды но их не надо поливать скажем так то есть они откуда-то берут эту воду но не требует полива камни галька кактусы там какие-то еще что-то и вот в общем так мы движемся в сторону аризоны немножко хотя если вы смотрите так по сторонам то что у меня камера показывает то вроде так не очень заметно это до городские власти а то что вы видите это городское хозяйство вот это вдоль дороги городские власти еще этим не занимаются то есть у них нет такого хотя может быть в скорости займутся мы посмотрим городские власти могут воду не так экономить у них есть они сами ее распределяют не знаю так давайте-ка мы полосу поменяем да с точки зрения климатической с одной стороны конечно август обычно он и есть жаркий месяц и даже в сентябре бывает но очень чувствуется общее какое-то потепление вот знаете климата в целом то есть не не только вот конкретно временное что-то а в целом становится теплее и это заметно и вот пишут об этом тоже и там на ледниках глядишь там за 30 лет последних не было так мало льда вот пишут там про аляску и говорят сейчас вот как растопит льда затопит острова там в индийском океане тоже там австралия готова принять там полмиллиона беженцев таскать затопленных и так далее то есть какие-то меры наверное будут предпринимать но в общем то все упирается судя потому что пишут все упирается в парниковый эффект от того что воздух загрязнен частичками которые в частности и может быть в основном попадают в воздух при как продукт сгорания углеводородов особенно вот на угольную промышленность грешат что она просто уже достала и мы с алексеем как раз вот про китай беседу летом два года прожил и я говорю как там в хоробине вот с окружающей средой и он хоть что фигово и вот там как бы официальные данные там и все ну совсем плохо и столько людей сколько я знаю которые были в китае жили в китае может быть еще бы пожили в китае они говорят мне невозможно из-за окружающей среды просто ну просто совсем плохо вот на планета то она в общем не такая большая все это развозится и вот этот парниковый эффект значит то что солнышко нагревает землю вот это тепло не уходит потому что вот воздух заполни этими частичками как бы как пленочкой окутывает и не дает уйти потоком теплого воздуха наверх соответственно у нас тут становится жарче такая вот история это становится такой темой как бы актуальный то есть если достаточно долго об этом говорили и не было физического ощущения нехватки воды и собственно и сейчас нету физического ощущения то есть физически ты открываешь кран вода течет круглые сутки там сколько тебе надо столько налил но на психику что ли как-то она действует я даже не знаю сознание меняется вот у меня идет большая группа онлайновая 125 человек это на самом деле существенно в полтора раза больше чем была предыдущая почему это происходит вот вы видите истории я несколько последних историй последнее время вывешивал что происходит со студентами в онлайновых группах и действительно человек там тысячу долларов заплатил там три месяца позанимался бах такие кардинальные перемены в жизни причем там где они живут вот нет такого как кремниево долине где там тестером никого не удивишь где все знают и так далее там это просто как миракл какой-то соответственно становится больше студентов соответственно мне нужно писать больше резюме я вот сейчас как бы все больше и больше своего времени трачу на то чтобы эти резюме делать поскольку я сам делаю все резюме и в общем-то и процесс накатанный не то что но в процентном отношении большая часть моего времени должна быть этому посвящена я каждый раз еду и думаю вот у меня сегодня выходной сегодня понедельник я сегодня выходной 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 это не значит что я вообще не прихожу я могу не приходить тоже но во первых у меня урок онлайновый вечером во вторых есть текущие дела в третьих этот день когда мне не назначают appointment соответственно я могу сегодня сделать например ну если будет удачный день и никто меня дергать особо не будет так внепланово то я могу например сделать десяток резюме что неплохо поскольку онлайновый класс у нас только в самой середине и нам уж очень много резюме не нужно и может быть десяток это и есть то что накопилось не сделано поэтому я не могу сделать больше чем у меня заявок на резюме но соответственно посмотрим уже ребята пошли на интервью вот не знаю может быть будет результат какой то я знаю что на этой неделе уже были интервью а у меня только 11 уроков прошло из 20 моих ведь есть люди которым не терпится и это очень хорошо а вот посмотрите слева вот я сейчас тут стану на светофоре не знаю насколько вам видно но вот когда я буду разворачиваться вот есть здание так она немножко налево под углом посмотрите как там сделан газончик я бы может подкрутил но могу подкрутить да вот это вот тут так давайте верну обратно да это это на самом деле не то здание которое я имею ввиду там еще одно есть мы сейчас к нему подъедем но можем и мимо этого тоже проехать посмотреть так ради интереса практическая реализация концепции браун и за не в грин теперь что еще у нас вот эта рубрика интервью с блогером продолжает жить своей жизнью у меня есть еще но минимум полтора десятка людей которые нам посоветованы и они там у меня лежат в определенном месте в в местах в личку они мне когда в личку пишут и там это все скидывается там в определенное место и я все это там держу периодически там один за одним у нас оттуда значит блогеры подходят и у меня один есть отложенный из канады у него работы много он риэлтор и мы как бы договорились что мы вернемся к этому разговору но в принципе вот может быть я так его потревожу спрошу там как со временем и еще много есть народу некоторые неожиданно вдруг возникают так раз там какой-то звонок там быстро сели поговорили вот а некоторые там бывает что мы месяц переговариваемся но у нас постоянно идет у меня лично в моем skype идет постоянно значит такой обмен и там пару-тройку человек где-то вот ну стеки вот как только время есть значит мы раз созвонились поговорили и и вы это видите я не то что там каждый день или там каждые два дня но в принципе наверное раз в неделю у нас точно кто-то есть и мне кажется что это была хорошая такая находка то есть мы видим интересных людей которые живут в разных местах которым есть что рассказать и которые с удовольствием рассказывают так что я думаю такая фишка нашего канала и она удалась и пришлась и когда я смотрю общую статистику просмотров видео на канале я хочу сказать что на именно вот эти интервью с блогерами приходится самая продолжительная самый продолжительный просмотр и вот там есть такая статистика сколько времени люди смотрели то или иное видео конечно это это сюжеты там и по часу могут быть там и по 40 минут вот мы смотрите сейчас там увидим растительность вот так вот и по часу и по 40 минут и из-за этого их там больше может быть смотрит то все равно это это интересно вот это как бы ты можешь сказать любимые сюжеты наших зрителей вы смотрите тоже справа кактусы какие-то вот тут такая растительность это вот здание от миши бенни минсон тут стоит это наш сосед финансовый финансовый планер и стоит плана так а вот это здание о котором я тогда говорил вот смотрите видите у него тут такие кустики куцы вот а тут полно зеленюшки да смотри какая зеленюшка вроде бы вроде бы зеленюшка но она такая пустынная бесполивная тут ничего не поливается ну что друзья до болтали мы до самого офиса так что те кто слушал молодец всех вас поздравляю с этим радостным событием и отправляюсь на работу вот такая у нас неделя такая у нас жизнь счастливо а